Это второй обзорный урок по редактору Brackets и первым делом давайте-ка мы с вами исправим отображение русского шрифта. Видим, что шрифт, который используется по умолчанию, он очень криво отображает русские символы, неудобно читать, большие расстояния между буквами, поэтому мы это сейчас исправим. Для этого переходим в главное меню, жмем на вид и выбираем самый первый пункт темы. Так, здесь обратите внимание, вот в этом пункте, где выбираются темы, вы сразу можете по умолчанию выбрать одну из двух тем, либо темную, либо светлую тему. Дальше можно использовать скролл бар. Ну, честно говорю, я не знаю, что это такое. Скорее всего, когда тем будет установлено много, чтобы здесь не появлялся большой выпадающий список, они будут проматываться в скролл баре. Ну, это мое мнение, просто я воочию не видел, как работает эта функция. Дальше. Здесь мы можем указывать размер шрифта, а вот здесь находятся наши шрифты, и вот именно этот шрифт плохо отображает русские символы. Поэтому давайте мы его вообще удалим. Здесь мы тоже это все можем удалить до MS Gothic. И жмем готово. Видим, что немножко по-другому начал отображаться, но все равно некрасиво. Поэтому опять дуем в этот пункт и смотрите. Вы можете использовать, например, моноширный шрифт под названием Consolos. Он есть в любой системе. Consolos, запятая. Правильно, главное, перепишите. Жмем готово и видим. Теперь наш русский шрифт начал отображаться нормально. То есть вы можете использовать его. Я буду использовать свой. Его по умолчанию в системах нету. Надо скачивать из интернета. Это шрифт называется так. Droid Sans Mono. Есть множество шрифтов моноширных, при помощи которых удобно программировать. В этом редакторе я использую вот этот шрифт. Он мне больше всего нравится. Жмем готово и видим. Ну, особо тут больших изменений не произошло. Так, ну ничего страшного. Теперь мы с вами можем увеличить этот шрифт. Делается это очень просто. Либо опять-таки через этот пункт, либо при помощи горячих сочетаний клавиш. То есть видим тут в пункте есть увеличить размер шрифта. Ctrl+, либо уменьшить Ctrl-, либо восстановить размер шрифта. Ctrl-0. Итак, я буду нажимать Ctrl-плюс и у меня, видим, шрифт начинает увеличиваться. Вот так вот. То есть сделайте для себя комфортное отображение шрифта и мы можем двигаться дальше. Дальше.